Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр, и сегодня мы с вами к великому моему и вашему удивлению продолжаем играть в игру под названием Deterministic Dungeon. Мы вроде бы её прошли, всё верно, но открылся хард-мод, и мне стали писать люди, а давай дальше, почему бы и нет, почему нет, давай, давай, давай! И я такой, хммм, хммм, ну если кто не понимает, это я изображаю деятельность мозговую у себя в голове. Так, я подумал, рассудил и пришёл к выводу, что было бы действительно неплохо пробежаться по аду и посмотреть, что этот ад из себя представляет. Возможно, разработчик там припрятал для нас какие-нибудь новые интересные пасхалки или сюрпризы, поэтому давайте сделаем так. Если это видео наберёт всего лишь каких-то там 4000 лайков, то я пройду её на втором режиме, на хард-моде. Не знаю, хочется вам этого или нет, но вроде бы игра всем нравилась, и я сам от неё кайфовал, реально, давненько я с таким удовольствием не записывал прохождений. Ну, в общем-то, мы договорились, я болтать не буду, а мы приступаем к этому величайшему прохождению. Надеюсь, мне игра подарит много чего интересного. Так, с персонажа я уже создал в прошлый раз, мне достались... Эээээээээээээп! Стоп! А где мои доспехи новые улучшенные? Чё-то я не понял Это какая-то подстава Вроде бы хардмод Вроде бы всё на своих местах Но я не вижу Своих доспехов Я не вижу своей брони Все мои тотемы на месте, это прекрасно, отлично даже Но, где моё оружие? Чёрт побери Ну, возможно, я смогу достать его в сундуке Давайте посмотрим, что будет в луте Три лута, благодаря тотемам и моему навыку я уже могу выбивать практически любые предметы Поэтому я не думаю, что прохождение сильно затянется Блин, а вот сейчас я хотел выбить меч Как говорится, никогда не зарекайся, но сейчас сработало И да, 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 в первом же сундуке лежат элитные вещи Но давайте оденем их, примерим на себе и посмотрим, облегчат ли они как-то мое прохождение или нет А почему, игра, мне интересно спросить у тебя, ты не даешь мне новый меч? Это конечно все круто, новые доспехи, новый щит, новый шлем, но меч Самое главное мое оружие это всегда был меч Блин, и выбил я самое простое, это ложку Но зато я взял шлем дракона, прекрасно А ложка, ну, две единицы урона иногда можно бить Прекрасно, щита у меня к сожалению нет И кстати, вот я почитал комментарии под последним видео И странно, что этого особо никто не замечал раньше Но я пришел к выводу, что я никогда не использовал в игре щит То есть вообще ни разу Ни одного раза за всю игру я не использовал щит Я не знаю почему и зачем он вообще нужен, нафига Если можно атаковать противника и нанести ему урон Какой смысл защищаться? Я попробую сделать это сейчас? Ну, в общем, я просто не вижу в этом никакой логики Такс, ладно, давайте выбьем пять слотов Я надеюсь получится Ой, спасибо, игра Ох, ты радуешь меня, спасибо И, в общем-то, попробую использовать в следующем сражении щит Эх, такс, мне что нужно? Мне нужен щит и... Блин, и мне нужен меч Вот меч и щит Дай мне игра щит Надеюсь там... Ну... А, ладно, шлем у меня есть, поэтому я не жалуюсь Прекрасно возьму... Эх, не этот я хотел, но да ладно Эй! Стоп! Что-то у меня... Оп! А вот и оружие, кстати Хе-хе Ну, давайте, давайте заберем его И щит здесь тоже на месте Прекрасно Все Потрясающе Я взял все то, что хотел Блин, но характеристики у него не такие уж и крутые Ну, не знаю Возможно, дальше Зачем мне вообще шлем? Возможно, дальше что-то интересное будет Ну, посмотрим, посмотрим Хотя, что-то мне все-таки подсказывает Что мощнее этого оружия я не найду И еще, очень интересный момент На титульном экране игры Ну, когда я только ее запускаю Написано, что я прошел ее на 20% Ну, то есть, вы представляете, да? Весь масштаб происходящего Всего лишь 20% Эм... Что здесь еще будет на 80% игра? Я не знаю Так, все не будут тратить время, я просто... Чё? Ха-ха, это даже смешно. Чё свиток-то такой слабый был? Я думал, сейчас с одного свитка сразу двоих и накажу. Нет, оооу. Ооу, нет, 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 нет. Так это не работает. Ну, давайте попробуем использовать щит. Окей. Эээ, это урон нанесётся противнику? Речё вообще это за цифры? Ну, давайте семёрку выбьем. И... Я зря это сделал, потому что он во льду. Ну, давайте ещё раз посмотрим. Эээх, ну, ладно, пятёрка тоже нормальная. В чём логика была? В чём смысл? Он просто промажет по мне. Ну, давайте ещё раз попробуем. Восьмёрку, почему нет? Нет, это глупо. То есть, цифра ни на что не влияет? Или что вообще? Ладно, это странно. Я больше не буду использовать щит. Я буду использовать своё офигительное оружие мечты, которое бьёт по 13. Конечно, хотелось бы получить свой меч, который бьёт на 20. Я к нему уже привык. Наловчился его использовать. Но меч дракона тоже неплохой вариант. Тоже справляюсь я довольно-таки отлично. На хрена мне вообще весь этот лут? Я не знаю, буду по-быстрому клацать, чтобы не тратить время. Да, тут всё одно и то же будет, здесь одно и то же, и здесь одно и то же. Такс, окей, двигаемся просто-напросто дальше. Нужно спускаться вниз, 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 вниз. Возможно, изменятся враги, возможно, изменится босс. Вообще понятия не имею. Я даже не знаю, есть ли на ютубе полное прохождение игры, чтобы посмотреть, что там будет в конце. Ну, или может кто-то из вас её прошёл и сможет поделиться со мной этой таинственной инфой, и, в общем, раскроет эту загадку. Такс, хотел ноль, но да ладно. Давай, глошь! Здорово! Блин, я так хорошо одет, у меня такой мощный меч. И честно сказать, я... Да что это такое вообще? Я даже не хочу тебя обижать. Это было бы как-то неправильно с моей стороны и даже подло. Возможно, меня за это осудят зрители. Эм, чё я сейчас сделал вообще? Ладно, это было глупо. Меня зрители осудят за то, что я обижаю малышей, но... Почему нет? Кстати, хардмод-то реально хардмод. Может быть, не стоит пренебрегать всякой ерундой, потому что меня могут убить сейчас. Я буду собирать свитки, я буду собирать и всё. Реально, мне нужны свитки для лечения. Я уже потерял добрую половину своего здоровья, по сути, ничего не сделав. Хм. А для восстановления мне, как известно, нужно что? Правильно, получить новый уровень. Что ж, посмотрим, посмотрим, смогу ли я заработать его здесь. Надеюсь, враги будут попроще. Всех я завалю с одной тычки и, в общем, отправлюсь дальше. Давайте. Смурк, Слиппер и Транк. С вами я ещё не знакомился, вас я просто-напросто в прошлый раз быстро пробежал, но сейчас ситуация повторяется. Ох, 2.6 долин. А они ведь реально какие-то агрессивные стали, жёсткие. Хау. Они чё-то наелись или напились? Чё вы так больно бьёте? Вы раньше не месили так больно. Ну вот 0.5, это уже другой вариант. Другое дело. Гораздо лучше. Это меня устраивает. Это мне нравится. Да. Такс, и опыта за них дают меньше. Действительно, хардмод будет хардмодом во всей своей красе. Название полностью оправдывает режим. Такс, блин. Когда находится в левом верхнем углу, чё-то там, его обычно сложнее всего достать, потому что слишком большой... Чё оно так ускорилось-то? Слишком большой разбег. Такс, такс, такс. Эх, получилось. Да, блин. Меня так дразнит этот щит дракона. Хочется его взять. Но зачем он мне нужен? Буду брать только свитки, только лечение и только вперёд. Хэ-хэй. Давай. Окей. Кстати, мой тотем лечения вообще работает? Это ж тотем лечения, или я с какой-то другой игрой спутал? Так. Тотем майя. Замедляет. Тотем викингов. Лёд. Тотем дракона. Огонь. Тотем. Дополнительный лут и шанс выпадения лута лучше. И, в общем, дополнительный опыт. Нет. Ничего мне восстанавливать здоровье не собирается. Но да ладно. Хрен с тобой тогда игра. Мы и без тебя справимся. Мы и так дойдём. Один раз тебя прошли, и второй раз я не думаю, что для нас будет большой проблемой. Возможно, даже меньше, чем в первый раз. Но если я погибну во время второго прохождения, вот это реально будет очень-очень грустно. Так, меня это сильно-сильно обидит, скажем так, да. Да, игра. Так что, думаю, ты не хочешь меня обижать. Потому что, когда я обижен, я ничего не сделаю. Да. Я просто обижусь. Это, это так низко звучало, и, наверное, я не должен был таких вещей говорить. Нет, ну, понятное дело, что это шутка. Так, спускаемся. Хорошо, спускаемся. Хотя левел я так и не получил новый. А сейчас, насколько я помню, меня ждёт битва с боссом. Так ли это, игра? Да, битва с боссом. Босс спрятался, как жалкий трус, в самом нижнем углу. Левом нижнем. Окей. Сначала я сражусь с противниками, получу левел, и потом пойду помну бока этому... Не знаю кому. Не помню, кто был первый босс уже, честно сказать. Такс. Такс, свитки. Хм. Хм. Зачем мне всё это нужно? Я могу просто раздать вам на орехи с помощью старого доброго меча на 13. Вот так примерно. Бах. И... Ооо, пфф. Хе-хе, ещё и тотемы активизировались. Просто замечательная игра. Да ты просто прекрасна. Надо собрать побольше тотемов. Правда, всё равно, я немного не догоняю, как работает система тотемов. Когда у меня был один заморажив... Замораживающий тотем, то он замораживал гораздо, как мне кажется... Ну, вы серьёзно? Гораздо чаще, чем тотем, который у меня есть сейчас. Их два замораживающих. Замораживаю ли я в два раза больше? Нет, замораживаю я тупо в три раза меньше. Это, в общем, странная какая-то, непонятная система. Ну, если я соберу больше замораживающих тотемов, возможно, это что-то и сделает хорошее. Такс, ладно. Что-то меня опять понесло не в ту сторону, а лучше в сторону 13, если меня занесёт в этот раз. Давай. И 21 восстановление хп. Всё, ребятки, я готов двигаться дальше. Хе-хе, глош и слимер. Хе-хе, вы серьёзно? Хе-хе, а если так? Хо-хо, вот так, да. Угу. Ну, не танцуй. Блин, а почему предыдущие слизни так больно меня лупили? Эти даже и царапин не оставляют на моих прекрасных доспехах. А, возможно, потому что у меня не было этих прекрасных доспехов. Эх, а может быть, вообще мне стоит их снять и без них попытаться пройти на хардмоде? А вот это был бы действительно челлендж. Пройти, прикиньте, на хардмоде полностью Сно Ля Пишите, что вы думаете об этом в комментариях. Возможно, даже я что-нибудь и соображу по этому поводу. Ну, а пока битва с Джиггернаутом. Какое у тебя банальное имя? Чёрт тебя дери. Так, Сно, давай, Джиггернаут. Насколько ты Джиггернаут? Нет, да ты... Да ты посмотрите на него. Он ведь реально Джиггернаут. Бляха-муха. А ведь реально ведь Джиггернаут? Прости, что я смеялся на того, чел, но, блин, я-я-я-я-я серьезно не хотел. Ты больно сделал мне? Эх, это будет жестко и даже с таким экипировкой, с такой, как у меня сейчас. Если бы у меня её не было в данный момент, то я определённо бы слился. Он мне дал бы 2-3 раза по лицу, и я бы пошёл обижаться. Такс, окей, хорошо. Чё у нас здесь? Здесь у нас новая комната и 2 врага. Давайте заработаем ещё левел, ещё левел и... Здорово. Блин, мне никогда не нравился вот этот парень. Он как-то слишком непонятно выглядит для меня. Как-то аморфно, что ли, и... Эх, не люблю таких. А вот слипер классный. Слипер, милый. Возможно, даже если бы такая возможность была, слипер, я бы забрал тебя домой. Мы бы с тобой покушали. Я бы рассказал тебе какую-нибудь интересную сказку о своих великих похождениях в замках драконов и в подземельях. Как я рвал головы чертям, убивал детей чертов. В общем, творил всякую херню в подземельях. Но, надеюсь, когда-нибудь такая возможность мне представится. Но пока, к сожалению, я не расскажу тебе эту офигенную историю. Не расскажу. Такс, всё. Это, конечно, всё здорово. Но пора, пора ехать дальше. Такс. Интересно мне знать, что будет в супер-луте в этот раз. Это, конечно, не супер-гипер-лут. Но тоже может быть что-то прикольное, занимательное. О, убер-лут. Здорово. Ну, давай посмотрим. Меч. Всё то же самое. Ну, по-моему, у меня ещё вантуза не было. Давай возьмём вантуз. Блин, ветка. Сколько у неё, кстати, урон? Эй! У-у-у! Игра! А, фух ты. Я уже испугался, что всё оружие исчезло. Один, один, один. Ну, даже смешно. У меня кулаки бьют больнее. Ну, или так же. Всё. Поехали. Убер-лут забрал. И сейчас ещё убер-лут. Обожаю, когда сразу подряд я беру несколько мощнейших, красивейших, вкуснейших сундучков. Такс, ну давай. Пять лута. Смогу сделать, не смогу. Скрестили пальцы. Затаили дыхание. И... Бляха-муха. Я боюсь нажимать. Я серьёзно боюсь нажимать. А-а-а-а! Там же был тотем! Там же был тотем! Почему в таком неудобном месте лежал он? Блин. Э-э-э. Когда слишком переживать начинаешь? Опять начинается. Ну, хотя бы так. Ну, хотя бы так. И какой тотем я смогу взять? Давайте возьмём тотем, который замораживает время и позволяет... Более эффективно собирать необходимый для меня лут. Да ладно! Вот серьёзно. Всегда, когда я дохожу до гиперлута, игра немного подтормаживает. Вот, не знаю, замечаете вы это на видео или нет. Ну, это же происходит. Или я просто сам пытаюсь себя как-то оправдать в своих неудачах. Не знаю, ну... А-а-а! Меня это бесит, серьёзно. Враги! Эх! Чёрт у вас! У меня упало настроение. Я... Я... Я мог собрать, прикиньте, пять тотемов. Пять тотемов за один присед. Ну, да ладно. Три врага. Ждут меня ещё впереди великие дела. И будет у меня тотемов каждого, я надеюсь, штуки хотя бы по три. Ну, это было бы здорово. Окей, поехали. Тринадцать. Зарядил. Отъехал. Кто там следующий? Слипер. Ты. Ты даже попасть по мне не можешь, малыш. Эй, ладно. Ладно. Ну, и ты вообще. Я даже с тобой разговаривать не буду. Ты... Кто ты вообще такой? На тебе троечку. Думаю, этого будет недостаточно. Даже с так, даже с тотемом недостаточно. О, это очень-очень странно. Кстати, тотем, который голубой и тотем желтый, они мне нахрен не нужны. Они слишком... Бесполезные, серьезно. Вообще. То есть, ну... Прям реально. От них толку мало. Ну, пока я не замечал какой-то смысл вообще в них. Да и это тема замедления времени. Я тоже толку не особо много видел. О, у нас еще и ведьма появилась. Здорово, ведьма. Так, ну, наверное, ребят, на этом пока стоит остановиться. А если вы хотите продолжение, мы его устроим. Если же не хотите, ну, не устроим. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Будьте счастливы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok